ВУЗа на территории самостоятельно-украинской державы Украины. Я хочу передать слово пану Дмитру. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я хочу высказать свое мнение касательно ситуации, которая сложилась в нашей стране. Дело в том, что в связи с коронавирусом штучно были закрыты все обучающие учреждения. Школы, университеты, либо каким-то образом ограничена их работа. Я считаю, что это ведет к деградации молодого поколения, то есть будущего нашей страны. Наши деды воевали против этого. Эти все QR-коды похожи на метки Давида, которые ставили на евреев. Я считаю, что нужно остановить этот коронавирусный фашизм. Стоп, коронавирусный фашизм! 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 И до меня вернулись с проханием, чтобы мы прискорили, потому что люди не хотят заболеть. Поэтому я коротенько подведу итог нашей встречи и что мы будем делать дальше. Потому что, шановые друзья, чтобы мы не сказали, чтобы мы тут не кричали, не говорили, не балакали. Она не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы подготовили юридический документ с названием «Вимога» до Верховной Ради. Я думаю, что за такие законопроекты все депутаты, а именно Радуцкий, Булах, Вагнер, Дмитриева, Бубнов, Перебийниц, Дубль, Кузьминник, Макаренко, Зубдогий, Сафашинщина, Дубневич, Засланский повинен негайно скласти свои депутатские майданы, мандаты. И притягнуть, повинен быть, до его ответственности. Поведомить про факт закинчивания злочину до Генерального прокурора, до Генерального прокурора, Генерального прокуратуры. Подтримуйте? Да. Далее, друзья, если нас не дослушаются, мы сейчас эту задачу нададим комитет Верховной Ради, чтобы они приняли решение. Если они не принимают решение, мы сделали заявку про злочин. Цю заявку про злочин может подать каждый гражданин, каждый украинец может подать, або может подать тот, кто, что права были порушены. Может подать также коллективную заявку. Подтримуйте. Да. Шановые друзья, мы от вашего имени сегодня подамо цю заявку про злочин. Но кто желает, вот до меня обратиться, что делать в этом случае, если они будут продолжать действия, которые направлены против нашей каждой личности, против волевиявления, против преимущества нас до преимущества вакцинации. Потому что, дорогие друзья, эту заявку мы дамо официально каждому, я размещу официально на своей странице, чтобы каждый мог воспользоваться. И каждый имеет право защитить свои права, зайти в правое поле и шляхом подачи заяв про злочин начать свои права защищать. Шановные друзья, только таким образом мы сможем наладить, зупинить этот безлад. Потому что, если мы, то есть вы, не будете заявлять свои права, никто про это знать не будет. А так просто сказать, что наши права были порушены, это уже не действует. Поэтому каждый должен стать на защиту шляхом складывания заявок про злочин. А дальше, как двигаться, мы будем проводить акции, поясняться надалее. Потому что наши акции полядают не в том, чтобы что-то прийти, кричать, что-то там выгукивать, а чтобы донести нашу позицию, нашу правовую позицию, как нашим украинцам зайти в правое поле и далее себя защищать. Поэтому, друзья, на сегодняшний день мы свою акцию не закончим. Она у нас безстроковая, но мы ее темчасово переносим на другой час. Все поддерживают. Слава Украине! 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 Продолжение следует...